Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем обсуждать палетку от Наташи Денона и Глэм. Мы посмотрим на данную палетку, посмотрим на сводчи, сделаем макияж. Макияж будет очень показательный, поверьте мне, после этого макияжа вам все станет понятно относительно этой палетки. И в конце видео я выскажу свое финальное мнение и разложу его на все плюсы и минусы. А говорю сразу, это не первое впечатление. Я пользуюсь этой палеткой уже 2-3 недели и у меня сложилось с ней какое-то очень странное и разное мнение. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, давайте посмотрим на саму палетку. Она выполнена в якобы холодных цветах. Вообще, перед этим у Наташи Денона выходила палетка бронз, рыжая, яркая, огненная палетка. У меня был на нее обзор, оставлю здесь ссылочку. И после этих ярких, рыжих, розовых палеток, их было очень много в этом году, Наташа Денона выпускает вот такую холодную палетку. И это для бьюти-сообщества было как глоток свежего воздуха, потому что все устали от ярко-рыжих палеток. Здесь предполагалось, что будет холодная гамма, однако на самом деле она скорее нейтральная. Это мы с вами чуть позже обсудим уже в конце видео, я потом все покажу и расскажу. Как вы можете видеть, палетка сама состоит из 15 рефилов. Здесь есть большое удобное зеркало, я обожаю в него краситься. И сама палетка преимущественно состоит из шиммеров. Здесь всего 5 матовых оттенков, все остальное это сияшки. Просто разгулье для таких сорок, как я. Итак, давайте теперь посмотрим с вами свотчи, потом посмотрим макияж, на этапе которого вам будет уже все понятно, и потом все обсудим подробно. Самым первым шагом я наношу базу от NARS для того, чтобы перекрыть покраснение и венки у себя на глазах. Конкретно эта палетка и эти тени лучше не держатся на глазах, вне зависимости от того, наносишь ты базу или нет, но я таким образом просто делаю веко более однородным по цвету. Дальше я наношу оттенок blend в складку века. Наношу именно этот оттенок, потому что он тепленький. Есть также тушевочный оттенок crease, но он холодный и он может создать эффект грязи. Поэтому я предпочитаю наносить сначала оттенок blend. Как видите, он неплохо тушуется и из-за того, что он тепленький, он лучше втушевывается в кожу. Дальше я беру сияшку brow bone и наношу ее под бровь, чтобы тени лучше тушевались. Дальше я беру оттенок transition и начинаю им подтушевывать края оттенка blend. Как видите, ничего особенного не происходит, но тушевка становится чуть мягче и чуть чище. Теперь я набираю оттенок crease и начинаю также его втушевывать в складку века и во внешний уголочек. Таким образом макияж становится чуть более холодным. И повторяюсь, я обязательно, обязательно наношу этот оттенок только поверх оттенка blend. Следующим шагом я беру оттенок smoke и начинаю наслаивать его на внешний уголочек. Как видите, оттенок безумно пигментированный и ложится он потрясающе. Одно прикосновение кистью и такая красота в итоге получается. Ну и дальше я этот оттенок просто подтушевываю, наслаиваю побольше и наношу также на нижние века. Самый внимательный зритель также может заметить то, что при нанесении этого оттенка полетела маленькая-маленькая сыпашечка мне под глаза. Дальше я беру оттенок lash line, самый темный оттенок, и начинаю им прорисовывать ресничную линию. Это дело очень долгое, делать это сложно, если рука у тебя находится на весу, поэтому вышло не очень ровно и симпатично. Но так как я потом буду наносить сверху сияшки, это не так важно, потому что края будут подтушеваны и не будет заметно, если вы где-то допустите небольшой огрех. Ну и вот такая вот матовая основа макияжа у меня вышла, в общем-то симпатично, я результатом довольна, так как все было очень просто и быстро. Ну разве что небольшая сыпашечка вниз полетела, но это не страшно. Теперь начинается самое веселое, я набираю розовый шиммер и наношу его на века. В то же время сзади кот прыгает на ноутбук, и дальше я пойду его оттуда убирать. Ладно, возвращаемся к нашей сияшке. Как видите, сияшка на глазах раскрывается крайне-крайне плохо, это какой-то кошмар, смотрится действительно дешево. Я беру сияшку для внутреннего уголочка, это невероятно красивая сияшка, и пытаюсь ею исправить то, что сделала ранее. Но выходит, как видите, еще хуже, потому что эти две сияшки друг с другом дружить не хотят от слова совсем. И выходит какой-то помятый страшненький макияж, просто все испорчено. Теперь я беру темную сияшку, начинаю ее наслаивать поверх матового оттенка, это выглядит действительно хорошо, к темным сияшкам у меня претензий нет. Вот так вот вышел макияж, без стрелок, ресниц и всего прочего. И вот такой результат вышел с ресницами, с карандашом на слизистой, с подводкой. Симпатично, да, но в реальной жизни выглядит так, как будто бы макияж выполнен дешевой косметикой, и сияшка выглядит очень и очень плохо. Вот такой макияж у меня в итоге вышел, примерно такой макияж я и делаю этой палеткой на работу, но упрощенную его версию. Я не добавляю карандаш, не добавляю стрелку, и обычно я все же наношу поменьше шиммеров и делаю это гораздо быстрее. Просто раз, два и пошел. В этом плане данная палетка и очень даже хороша, потому что она позволяет делать очень простые, быстрые макияжи. И главное, тебе не нужно заморачиваться абсолютно, потому что это очень юзерфрендли палетка, которая пригодится как новичку, так и уже прошаренному пользователю косметики. В данной палетке, как я уже сказала, 15 рефилов, данная палетка сделана в Италии, и давайте с вами пройдемся сразу же по всем плюсам и минусам. Определенным плюсом является то, что в данной палетке не очень много матовых оттенков. Это крайне субъективный плюс, я понимаю, что многие девушки со мной не согласятся и скажут то, что давай больше матовых, Юля, нафиг шиммеры. Но я не согласна, я сорока, я люблю шиммеры, и потому мне нравится то, что их здесь много. Матовых оттенков здесь всего 5 штук. Это Crease, Transition, Smoke, Blend и Lash Line, и к этим матовым придраться нельзя от слова совсем. Они действительно практически идеальные. Они хорошо пигментированные, ими можно нанести оттенок как полупрозрачно, так и ярко. Они легко тушуются и не ставят пятна от слова совсем. Очень-очень хорошие матовые, кроме того, хочу заметить то, что здесь матовые, они скорее нейтральные. Есть как холодная версия матовых, так и более теплая. И таким образом, при помощи данных матовых цветов, можно сделать абсолютно любой макияж по своей насыщенности и по температуре. Например, из теплых оттенков здесь Blend, Smoke, конечно же, более теплый, ну и Lash Line более нейтральный. И при помощи этих трех оттенков вы сможете сделать теплую основу макияжа. Если же вы возьмете, например, оттенок Crease, он более холодный, оттенок Transition и оттенок Lash Line, то вы получите холодную матовую основу вашего макияжа, что очень и очень удобно. Вторым несомненным плюсом является то, что данные тени невероятно простые в обращении. Вам не нужно уметь просто ничего, чтобы ими пользоваться. Оттенки легко тушуются, легко наносятся. Единственное только, что они не наносятся кистью, но, на мой взгляд, можно использовать пальцы и будет вам счастье. Еще одним несомненным плюсом данной палетки по сравнению с палеткой Bronze, эта палетка практически не сыпется. Матовые оттенки здесь не осыпаются почти. Все-таки одна небольшая осыпашечка после того, как я делала матовую основу макияжа, у меня была. И шиммеры тоже практически не осыпаются. Вы можете посмотреть, например, мой обзор на палетку, тоже от Наташи Денона No Bronze, и там просто куча осыпаний. Это то, почему я отчасти ненавижу эту палетку, потому что пока ты сделаешь макияж, у тебя внизу будет такая росык осыпашек, что если ты делал до этого макияж лица, то тебе придется, скорее всего, переделывать все. С этой палеткой такого не бывает. Есть небольшие осыпания, но их немного, и они терпимы, они не портят макияж лица. И еще один плюс, который я уже затронула в начале этого видео, данная палетка очень носибельная. Вы можете посмотреть то, что кажется, что она холодная, но на самом деле она скорее нейтральная, с небольшим уклоном в холодный потом. Если посмотреть на то, что делала до этого Наташа Денона, Анастасия, Беверли Хиллз и любые другие бренды, вы увидите, что там везде одни лишь теплые палетки. Это рыжие палетки, это розовые палетки, это теплые палетки, зеленые палетки, черные палетки. И черт знает что, что ты не будешь, скорее всего, носить в повседневной жизни, либо же то, от чего ты устал. А здесь очень свежая гамма, вот действительно глоток воздуха в бьюти-мире, передышка от всех рыжих ярких палеток. Но здесь все-таки не совсем холодная гамма, здесь есть много теплых оттенков. Я уже говорила то, что благодаря вот этим трем матовым можно сделать матовую теплую основу макияжа, нижний ряд, вот этот весь вообще похож на теплые шиммеры. И таким образом, на самом деле, палетка может сделать вам как теплый макияж, так и холодный, так и нейтральный. Все, на этом плюсы заканчиваются. Давайте теперь поговорим о плохом. Плохого, к сожалению, в данной палетке оказалось тоже достаточно много. И для меня эти минусы скорее перевешивают те плюсы, которые я сейчас озвучила, к сожалению. Давайте договоримся сразу, что я не буду сейчас обсуждать всю драму вокруг этой палетки. Вы сможете найти эту драму у любого другого блогера, у той же Ленский Бьюти. Есть очень хорошее объяснение тому, почему вообще эту палетку и Наташа Денона критикуют, в частности из-за названия оттенков. Здесь в основном все оттенки названы таким образом, каким вы будете наносить их на глаза. Темный это лэшлайн, то есть ресничная линия, внешний уголок, внутренний уголок, центр глаза. И таким образом складывается очень удобная картина, благодаря которой вы можете не думать, что куда наносить, потому что Наташа Денона подумала об этом за вас. Но большая критика связана непосредственно с оттенком Transition, который является транзитным оттенком только для девушек со светлой кожей. И поэтому на Наташи Денону сейчас катится очень много обвинений в расизме и во всем остальном. Опять-таки я не буду сейчас пересказывать всю эту грязь, вы можете найти это на любом другом канале. Мы с вами давайте обсудим объективные плюсы и минусы этой палетки. Самый большой для меня минус, это то, что данные шиммеры, я не говорю про матовые, матовые здесь отличные, шиммеры смотрятся как дешевка. Извините, конечно, за столь резкое высказывание, я понимаю, что это звучит грубовато, но данные шиммеры действительно так выглядят. Я думаю, вы смотрели макияж и вы поняли то, что какая была хорошая матовая основа, что можно было бы сделать с этой палеткой, если бы шиммеры были чуть лучшего качества. Но нет, ты наносишь эти шиммеры на глаза и практически все портится. У меня нет претензий к темным шиммерам, например, вот этот вот Outer Eyelid. Это красивый шиммер, который можно наносить поверх матового темного оттенка и таким образом его закреплять и будет красиво. У меня также нет претензий к вот этому коричневому шиммеру, но светлые сияшки, вот эти вот все красивущие светлые оттенки, они так дешевят макияж. Такое ощущение, что ты нанес на себя эссенс, серьезно, эссенс. А здесь у нас Наташа Денона, которая на минуточку стоит 5000 рублей. И выглядит это как дешевый-дешевый макияж. Если сейчас я смотрю на себя в зеркало и выглядит еще более-менее красиво, потому что это свежий макияж, то в конце рабочего дня, а я на работу много носила эту палетку, поверьте мне, это смотрится очень дешево, как будто бы вы наносили на себя дешевые тени. Я понимаю, я, возможно, зажралась. И я даже слышала такое мнение, что мы отвыкли от нормальных теней, нам подавая все более яркое, более контрастное, более насыщенное. Но все-таки, мне кажется, то, что индустрия косметики движется вперед, и если ты любишь такие оттенки, если они позиционируются именно как такие оттенки, то ты должен именно это и получать. Здесь же, ну, симпатично. Если вы любите более что-то полупрозрачное и более похожее на эссенс и катрис, то, быть может, вам даже эффекты понравятся. Но, если вы фанат яркой, пигментированной формулы Наташи Деноне, Анастасии Певерли-Хиллз, то вот это вам не понравится на глазах от слова совсем. Действительно, шиммеры светлые очень-очень дешевят макияж. Кроме того, данные шиммеры смотрятся на глазах совершенно не так, как они смотрятся в палетке и на свотчах. На свотчах это какая-то нереальная красота. Вы только посмотрите, как переливаются эти шиммеры. Ты на это смотришь и думаешь, о да, боже мой, скорее, скорее нанести это нужно на глаза. Ты наносишь на глаза, и нету и даже половины той красоты, которую ты видел на свотчах. Понимаете, это очень обидно. И, как я уже сказала, это совершенно не то, чего ты ожидаешь. Кроме того, многие шиммеры здесь так же, как и в палетке бронз, выглядят одинаково. Ты можешь их пытаться один в другой, как бы наслаивать, переносить, делать красивый переход, но черти что выходит. Далеко не всегда это прокатывает, конкретно с данной палеткой. У палетки бронз была точно такая же проблема. Здесь можно взять разные оттенки по температуре и, в принципе, получить этот самый эффект. Но, согласитесь, зачем тогда мне иметь в палетке три светлых шиммера, если они выглядят на глазах как один? Ну, на мой взгляд, в этом нет абсолютно никакого смысла. Ну, и это в основном все мои минусы, которые я хотела вам сказать. Макияж со временем тускнеет, шиммеры со временем тускнеют, выглядят менее красиво. Они так сильно дешевят макияж, а в течение дня они еще больше усугубляют этот эффект. Как я уже сказала, к матовым у меня нету никаких претензий. Они шедевральны, они превосходны, но шиммеры здесь портят, к сожалению, всю картину. Очень красивая палетка, она будет дополнять предыдущую палетку бронз. Мне вообще нравится такой концепт, когда Наташа выпускает сначала бронзовую, теплую, рыжую такую палетку, а потом холодную. Таким образом, можно взять две палетки, у тебя будет покрыт абсолютно весь спектр макияжей. Но, к сожалению, к этим палеткам очень и очень большие претензии. Я не понимаю, что творится, честно говоря, с шиммерами у Наташи Деноне. У меня есть другие палетки от Наташи, и там такого нет. Могу ли я вам рекомендовать эту палетку? Ну, как вам сказать. Давайте договоримся так. Если вы не любите яркие, пигментированные, супер насыщенные оттенки, то в таком случае данная палетка может вам понравиться. Если же вы фанат Наташи Деноне в ее лучшей версии, если вы фанат Анастасии Беверли-Хиллз, если вы фанат ярких, насыщенных макияжей, то в таком случае вам эта палетка, скорее всего, не подойдет. Вы смотрите для себя, какие тени конкретно вы любите и на что вы ориентируетесь. Поэтому внимательно следите, внимательно прочтите, посмотрите на все отзывы. Отзывы уже в интернете плодятся на эту палетку как ненормальные. И я думаю, вы сможете сделать для себя правильный выбор. Я же могу сказать то, что, на мой взгляд, за 5000 рублей это недостаточное качество теней. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok